Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Зачастую после обновления Windows 10 пользователи сталкиваются с тем, что система перестает видеть принтер. В основном причины данной проблемы могут быть из-за сбоя системы или драйверу. В этом видео мы попытаемся разобрать всевозможные причины, почему компьютер с операционной системой Windows 10 не видит принтер. Итак, начнем. Причин у описываемой проблемы существует множество. Источником могут быть драйвера, различная битность основной и целевой системы или же некоторые сетевые компоненты отключены в Windows 10 по умолчанию. Для начала все же стоит проверить исправность USB кабеля и порта. Возможно вы случайно дернул шнур и он неплотно сидит в разъеме или даже пришел в негодность. Убедитесь подключен ли провод к самому устройству и подключен ли принтер к ПК. Попробуйте вставить шнур в другой порт компьютера. Также следует осмотреть и сам принтер, включен ли он, есть ли в нем краска и т.д. Если произошло что-нибудь из этого, то исправьте неполадки и проверьте подключение устройства к компьютеру с новым. Если ничего не изменилось, то переходим к устранению неполадок самой операционной системы. Первым чем стоит воспользоваться для устранения проблем это системная утилита устранения неполадок. Данная утилита выполнит автоматический поиск неисправностей и попытается устранить проблему. Для запуска откройте параметры, обновление безопасности, устранение неполадок. Здесь кликните по принтеру и запустите это средство. Подождитесь пока программа выполнит поиск и осуществите исправление неполадки. В процессе вам возможно нужно будет указать неработоспособное устройство или указать что его вовсе нет в списке. После поиска ошибок утилита предоставит вам отчет и варианты решения вашей проблемы. Стандартные средства устранения неполадок в большинстве случаев помогают решить основные проблемы и некоторые сборы. Еще можно поступить иначе и попытаться добавить принтер самостоятельно. Обычно система автоматически подгружает необходимые компоненты для устройства из официального сайта. Чтобы добавить принтер откройте параметры, устройство, принтеры и сканер. Здесь нажмите добавить принтер или сканер. Обычно система сама находит устройство, но если этого не произошло нажмите необходимый принтер отсутствует в списке. Далее отметьте общий принтер по имени или другой подходящий для вас вариант. Введите имя устройства и щелкните далее. Если вы используете сетевой принтер то выберите здесь либо по IP либо последний пункт. В случае сетевого принтера вам нужно будет указать его IP адрес, IP адрес компьютера, к которому подключен принтер. Если и после этих манипуляций принтер так и не подключился, попробуйте установить драйвера вручную. Зайдите на официальный сайт производителя вашего принтера и найдите в разделе поддержка доступные драйвера для вашего принтера. Хорошо если они для Windows 10, если же таковые отсутствуют, можно попробовать для Windows 8 или даже 7 скачать их себе на компьютер. Прежде чем запускать установку рекомендую зайти в панель управления устройства и принтеры и если там уже имеется ваш принтер то есть он определился но не работает кликнуть по нему правой кнопкой мыши и удалите систему и уже после этого запускать установщик драйвер. Иной раз драйвер имеется но ни в какую не хочет устанавливаться системой автоматически, в таком случае рекомендуется выполнить следующее действие. Посмотри нет ли в диспетчере устройств нового USB оборудования без драйвера, такие обычно помечены желтым восклицательным знаком. Для этого кликните правой кнопкой мыши по меню пуск и выберите здесь диспетчер устройств. Проверьте нет ли здесь таких USB устройств, распакуйте пакет драйверов в каталог с известным именем, кликните правой кнопкой мыши по устройству USB помеченному восклицательным знаком и обновите драйвер. При выборе источника укажите поиск на этом ПК, в ответ на запрос мастера укажите директорию с распакованным архивом или же попробуйте выполнить поиск автоматически. Иногда пользователи просто не умеют искать драйвера, для поиска просто перейдите на сайт производителя и в соответствующем разделе найдите драйвера для вашей модели принтера. Через некоторое время отобразятся доступные результаты, велика вероятность отыскать как раз то что нужно. Скачайте и установите их или же попробуйте осуществить поиск по ID устройству. Для этого кликните по нужному устройству в диспетчере и выберите свойства. Откройте вкладку сведения и здесь выберите ID оборудования. Выполните поиск по этому номеру в интернете. В случае с сетевым принтером довольно неочевидным источником сбоя будет несоответствие битности драйверу. Если расшаренный сетевой принтер используется на компьютерах с Windows разной разрядности например основной компьютер работает под управлением десятки 64-битной, а другой ПК семеркой или десяткой 32-бит, решением этой проблемы будет установка новой биосистемы драйверу обоих разрядностей. Если у вас возникли проблемы с сетевым принтером включите распознавание сетевого принтера. Чаще всего источником проблемы является некорректно настроенный общий доступ. Откройте параметры, устройства, принтеры и сканер. Выберите принтер которому требуется предоставить общий доступ и нажмите кнопку управления. Выберите свойства принтера и перейдите на вкладку доступ. На вкладке доступ установите флажок общий доступ к данному принтеру. При необходимости переименуйте этот общий принтер. Это имя будет использоваться для подключения к принтеру с второстепенного компьютера. На второстепенном компьютере добавьте новый принтер. Как это сделать я уже говорил ранее. Если настройка общего доступа в системы корректные, но проблемы с распознаванием сетевого принтера все еще наблюдаются, причина может заключаться в настройках брендмаглера. Дело в том, что в Windows 10 этот элемент безопасности работает достаточно жутко и кроме усиленной безопасности приводит также и к негативным последствиям. Как настроить или отключить брендмаглера Windows 10 у нас на канале есть отдельное видео. Смотрите по ссылке в описании. Еще один нюанс, который касается версии десятки 17.09 из-за системной ошибки компьютер с объемом оперативной памяти 4 гигабайт и менее не распознает сетевой принтер. Лучшим решением подобной ситуации будет обновление до актуальной версии. Но если этот вариант недоступен можно воспользоваться командной строкой. Откройте командную строку с правами администратора и введите следующую команду Перезагрузите компьютер для принятия изменений. Ввод описанной выше команды позволит системе правильно определить сетевой принтер и взять его в работу. Нередко проблемы с распознаванием принтера подключенного по сети сопровождаются уведомлением с текстом «Не найдя сетевой путь» Эта ошибка достаточно сложная и решение у нее комплексное. Включает в себя настройки протокола SMB, предоставление общего доступа и отключение IP версии 6. Для настройки протокола SMB откройте панель управления Программы и компоненты Включение и отключение компонентов Windows В открывшемся окне установите отметку напротив «Поддержка общего доступа к файлам SMB». Для включения общего доступа откройте Параметры Сети Интернет Ethernet Изменения расширенных параметров общего доступа. Включите сетевое обнаружение и общий доступ к файламе принтера. Для отключения IP версии 6 здесь выберите настройка параметров адаптера, кликните правой кнопкой мыши по сети, свойства, снимите отметку напротив IP версии 6. Также недоступность сетевого принтера нередко сопровождается с ошибками в работе Active Directory системной оснастки для работы с общим доступом. Причина в таком случае кроется именно в Active Directory, а не в принтере и исправлять ее нужно именно со стороны указанного компонента. Проверьте включена ли служба диспетчер печати. К поиске пишем службы и запускать. Она должна находиться в активном состоянии, чтобы корректно выполнять свои функции. Если все эти методы вам не помогли, то в таком случае нужно переустановить принтер на сервере и настроить подключение заново на каждом ПК. Принтер Windows 10 может быть недоступен по ряду причин, возникающих как со стороны системы, так и со стороны самового устройства. Большинство проблем сугубо программные и устранить их под силу даже неопытным пользователям. А на этом все, надеюсь вам было полезным в данном видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.